Здравствуйте, коллеги! World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Меня зовут Олеся Жукова. Я представляю компанию «Вкусвил». Вы сегодня были спикером нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, какую тему вы поднимали? Я рассказывала о клиентском подходе в управлении категорией овощей и фрукты в нашей компании. Может быть, те, кто не успели сегодня быть на этой сессии, тоже хотят вкратце узнать экскурсно, что было сказано. Очень интересно. Ну, я думаю, кто с нами знаком или ходит в наши магазины, то наша концепция прослеживается. Мы выбираем, мы голосуем в первую очередь за вкус, за качество, за спелость, если мы говорим про овощи и фрукты, и за адекватные цены. Расскажите, пожалуйста, как поменялся вкус наших потребителей в последний год? Как-то сильно он кардинально изменился или все-таки он был одинаковым вектором? Вкусы прямо глобально не изменились. Были колебания в 2020 году в связи с тем, что мы столкнулись с пандемией. И была динамика на приобретение имбиря, лимона. И коллеги сегодня об этом говорили. Мы это наблюдали в динамике спроса и чеснока в том числе. И откат продаж обратно с пониманием, что это не сильно помогает в борьбе с вирусом. Это основная, наверное, такая история, которая была наглядно заметна по графикам. Сейчас есть ощущение, что спрос возвращается на круги своя. И отличие только в том, что люди теперь не боятся покупать в том числе и фруктовые овощи в онлайне. Это, наверное, самая актуальная тема. Сколько покупают, что покупают, доверяют ли своим ритейлу тому, куда они обращаются за покупкой. Вот сегодня поговорили о цифрах, о том, у кого какие планы на этот год, на окончании год и следующих. И какие точки роста рынок нам может дать в этом направлении. Расскажите, может быть, есть какой-то интересный момент? Может быть, какой-то спрос и взгляд потребителей вдруг в какую-то сторону вдруг вильнул на какой-то вообще интересный продукт, который, в принципе, доселе не пользовался таким спросом? Вы знаете, в связи с тем, что у нас весной и ранним летом была проблема во всей России вообще с наличием моркови, да, уже эта тема поднималась, в том числе и цены, мы покупателю предоставили возможность купить фиолетовую морковь по достаточно адекватной цене. Удивились отклику в том, что люди покупали, не понимая даже, как это готовить, задавали очень много вопросов, а привыкли к ней, она уже закончилась по сезону. Вот для нас это было открытие, что люди готовы экспериментировать еще больше, даже в привычном формате борщевого набора, но с нестандартным подходом, хотя бы по цвету, хотя она, конечно, отличается по вкусу. Покупаем такую морковь, потом покупаем оранжевую свеклу или свеклу, и у нас получается совсем интересный борщ. Да, мы в этом году еще попробовали цветную капусту, цветную, не белую, попробовали фиолетовую, оранжевую, зеленую, могу заметить, что покупатели почему-то предпочли фиолетовую, остальные их не так сильно заинтересовали, ну, то есть белая продавалась по своим каким-то показателям, а фиолетовая, видимо, заинтересовала цветом. Начал вспоминать сразу фиолетовый картофель, он, естественно, таким становится в какой-то момент неудачного хранения. Да нет, все фиолетовые сорта и морковь и цветная капуста, это предмет селекционной работы, это естественный, как бы, цвет, ничего там химического подкрашивания нет, ну, вот, например, морковь, если она изначально дикая, она не оранжевая, если многие не знали, то оранжевый сорт моркови, это выведенная тоже селекционная работа, поэтому, ну, люди сейчас открыты к диалогу и с продуктом, и с ритейлом, да, хотят больше узнавать о продуктах, откуда они, что в них ценного, где они выросли, поэтому мы стараемся как раз, чтобы не просто удивить цветом и рассказать, чтобы покупатель не первый раз приобрел, а понимал, что с ним дальше делать. Вот на этом кейсе мы научились, что надо изначально давать понимание, как это готовить, с чем лучше, где лучше раскроет свой вкус. Спасибо большое, и самое интересное, это то, что в классической позиции можно все еще удивить покупателя и как-то его порадовать. Спасибо вам большое за это. Пожалуйста, наблюдайте то, что у нас новенького цветного и нестандартного или нет цветного появляется на полках, мы рады удивлять и рады откликум наших покупателей, которые так живо реагируют на все те продукты, которые, казалось бы, странными для нас могут быть. Спасибо большое за интересное общение. Желаем вам удачи на нашей выставке. Пожалуйста, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok